Мы живем в обществе, которое должно все фальсифицировать и делать подложным, включая законы. Вы же скажете, это преступление. Надо немедленно всех привлечь к уголовной ответственности, всех посадить, кинуть за решетку. А здесь это можно. Если закон принялся, то все так и будет. На самом деле нет. Закон можно оспаривать через судебные процедуры. Я купил диплом, я написал диссертацию, скопировав ее или заказав у какого-то литературного негра. И все, ничего не докажете, я за это заплатил, мне все это отрисовали, этих всех учреждений нет и все так и будет. Все это оценим по рыночной оценке, как мы знаем, это происходит. И все это заберем в государственную казну, чтобы это все работало на население и на нашу экономику. Это без всяких революций, без стучания прикладом автоматов. Вот вы посмотрите, может ли воспитать такого ребенка учитель, который, например, переписывает журналы под медалистов или переписывает избирательные протоколы на выборах? Ну вот, вы упомянули суд по правам человека, у меня есть целая серия вопросов. Вот смотрите, предположим, к власти приходит новая сила, левое движение, по-разному оно может называться. Но есть ряд вопросов, которые как раз касаются юридического спектра. И у многих есть целые движения, вы сейчас поймете, о чем я говорю, которые интересуются очень именно этими вопросами. Ваше мнение как судьи играет особую роль. Вот смотрите, нужно ли нам менять конституцию? И насколько? И как? Я, конечно, говорю о движении национально-освободительном. Вы знаете, вопрос очень интересный, ему придана очень широкое обсуждение и огласка. Но я считаю, что во многом люди, которые продвигают эти темы, они их замыливают и, как вам сказать, ставят все с ног на голову. Конституция – это основной закон. Вот мы знаем страны, как их называют, развитого капитализма, в которых конституции действуют веками. В них иногда вносят кое-какие правки. Вот сейчас Вячеслав Володин поднял эту тему, но только неприменительно, как хотят члены национально-освободительного движения, например, убрать пункт о том, что примат международного права, убрать пункт о том, что Центральный банк никому не подчиняется, а просто перераспределить полномочия между ветвями власти. Все мы понимаем, к чему это идет. Я считаю, что, возможно, следующий президент не должен, по их мнению, сосредотачивать столь огромную власть. И поэтому ее надо передать другим институтам, в которых большинство, еще значительную часть времени будет у Единой России и у нынешних представителей власти. Я считаю, к этому надо относиться очень аккуратно. Конституция – это не Тришкин кафтан, который надо, знаете, дырявить и перешивать под любые необходимости. Значит, как судья я считаю, что после смены власти к проверке всех предыдущих правовых решений надо подходить очень избирательно, аккуратно. У нас есть вообще во всем мире принцип правовой определенности. То есть нельзя то, что свершилось, вступило в силу и было исполнено, переворачивать с ног на голову, если к этому нету достаточно объективных оснований. Но, с другой стороны, нельзя мириться с выпиющими случаями нарушения закона, осуждения невиновных лиц. И порой даже после смерти этих людей необходимо все это поднять и перепроверить, и прийти к каким-то другим выводам, если к этому есть все основания. Ну вот как раз вопрос следующий. Пересмотр итогов приватизации. То, что у нас происходило в С-90 и до сих пор у нас продолжается приватизация губов и мупов. Это свершилось. Достаточно ли оснований для пересмотра? Как вы к этому относитесь? Все-таки вы человек левых взглядов. Смотрите, я считаю, что пересмотр приватизации может произойти самыми разными способами. Есть сферы, в которые частный капитал, по моему мнению, пришел в совершенно неоправданном. Да, частный бизнес может быть магазин, дома быта, фотографии, отелье, парикмахерское, даже общественный транспорт в части может быть в частных руках. Но стратегические отрасли и инфраструктура, на мой взгляд, не должны находиться в частных руках. Вот смотрите, в Москве водоканал, теплосеть и энергетика вся в частных руках. Это кровеносные сосуды, через которые весь бизнес датирует, просто оплачивает через инфраструктуру. Эти издержки составляют большую часть в затратах на любую товар, работу и услугу. А их передали из государственного ведения в частное. Там везде акционерные общества, есть акционеры. Где-то Москва сохранила за собой 25%, где-то и 25% не сохранила. Получается, что через вот эти сосуды наши деньги утекают к монополистам, а затем в офшоры. И это, на мой взгляд, неприемлемо. Наша экономика Москвы может нормально развиваться, только если мы обратно эти акции вернем в госсобственность. Это может происходить не такими страшными словами, как национализация, отбирание. Мы можем через ту же биржу, государство когда-то получило, продало прибыль. Значит, мы можем провести проверки хоздеятельности этих предприятий, выявить нарушения, если там таковые имеются. Вполне законно. За счет этих, значит, доначислений и надбавок выкупить эти акции у акционеров и собственников по объективным ценам. Разумеется, как это происходит в отношении граждан. Через суды, когда у них забирают квартиры там или земельные участки. Все это оценим по рыночной оценке, как мы знаем, это происходит. И все это заберем в государственную казну, чтобы это все работало на население и на нашу экономику. А то, что предприниматели потом могут производить товар, закупая у государства воду, электричество и, значит, все эти каналы, то да. Так, Сергей, еще раз. Я хочу увидеть, что правильно понял. Вы говорите, что пересмотр итогов приватизации, как его не обозвать по-другому, он возможен даже без изменения законов, а на том основании, который сейчас есть. То есть, в принципе, для этого все готово было бы желание. Совершенно верно. Должны прийти к власти силы и в представительные органы. Принять закон о том, что органы власти обязаны сделать это. То есть, они обязаны выйти на биржу, обязаны провести эти проверки, обязаны в счет долгов, значит, приобрести. Да, да. Все это возможно. И это без всяких революций, без стучания прикладом автоматов, значит, к этим всем господам. Нет, все сделаем по закону, как когда-то по закону все сделали они. Ну, кому-то надо бы и постучать. Вот какие еще перспективные, вам кажется, направления в плане реформ? То, что требуется и то, что уже назрело изменения в нашем обществе? Знаете, Павел, я думаю, что при всем разнообразии тем, одним из основных являются образование и медицина. Почему я говорю об образовании? Значит, вся политика последних, наверное, более 10 лет, наверное, где-то 20, направлена на то, чтобы у школы забрать воспитательную составляющую. Прошу прощения, я обязан перебить. Как раз вчера вышла новость. Школы теперь, вот вчера только было принято решение, школы обязаны будут заниматься воспитанием по тем программам, которые каждая школа придумает сама. То есть сейчас, за оставшиеся полтора месяца, до 1 сентября, каждая школа, я просто сам школьный учитель, и все в отпусках, кто-то в школах должен будет придумать программу воспитания. Хотя воспитанием в школах не занимались уже многие годы. Классический симулятор на бумаге, значит, это сделано для того, чтобы, когда мы заявляем о необходимости воспитывать по-настоящему, формировать принципы честности, принцип взаимоотношений человек к человеку-друг, а не человек к человеку-волк. Принцип, что только по личным, деловым и качествам взаимопомощи, поддержки и дружбы мы должны расти, формировать нашу молодежь, детей, чтобы они шли с удовольствием служить в армию, работать в государственные органы, работать в частный сектор экономики. А не грызть друг другу глотку на старте в рейтингах, в бесконечных занятиях каких-то мест, в каких-то конкурсах. Ну, например, голос, где подделываются результаты. Мы должны с вами заняться тем воспитанием и формированием человека с сознанием вот этой самой честности перед собой, перед будущими поколениями. Ведь из этого вытекает очень много и экологическое сознание, и сознание правовое, да, правосознание, как его называют профессионалы. Вот вы посмотрите, может ли воспитать такого ребенка учитель, который, например, переписывает журналы под медалистов или переписывает избирательные протоколы на выборах? Для меня это большой вопрос. Только люди, которые не боятся сказать своему начальству, что у меня другое мнение, мы считаем, надо делать по-другому, давайте выслушаем все мнения и консолидированные решения, что только вот такие страны и такие общества будут шагать вперед к развитию самых современных технологий. А пока создатели ВКонтакте, создатели Фейсбуков, они, к сожалению, работают там, а не здесь. Но я думаю, что мы их вернем не силовым образом, а образом атмосферы доверия. Преображения страны. Да, атмосферы доверия и преображения, правильно вы сказали. Смотрите, Сергей, вернемся все-таки поближе к теме юриспруденции. Вот ювенальная юстиция. Тоже тема, которая волнует многих. Вы как специалист, как, опять же, бывший судья, что вы можете сказать по этому вопросу? Это раздутая тема или это в самом деле угроза? Что делать, если это происходит с вашими родственниками, знакомыми, пытаются отобрать детей? Прокомментируйте. Я считаю, что, с одной стороны, ювенальная юстиция неприемлема в России в тех формах, которые нам пытаются навязать. А именно, что социальная служба может произвольно вмешиваться в жизнь семьи, диктовать родителям, как воспитывать детей, какие меры применять поощрение или наказание. Значит, какие книжки читать, какие сказки до детей доводить. Ну и неприемлемо, когда детей забирают из семей только потому, что у них достаток в семье не позволяет покупать весь учебный материал. И разнообразное питание обеспечивают детям. Это наша боль, это наш стыд, что уже практически в конце первой четверти 21 века у нас в большой части России, в моногородах, в поселках люди в основном живут даже на пенсии своих родителей, дедов и бабушек. И, кстати, дальше эта пенсия будет получаться сильно позже, и люди будут находиться в зоне беспросветной бедности примерно на пять лет дольше. А кто не зарабатывает, тот, кто не ядится, разгильдяй, бузотер и далее по списку. Мы это знаем. Так вот, это совершенно неприемлемо для России, эти формы. С другой стороны, я выступал, выступаю и буду выступать последовательно против насилия, домашнего насилия в семье. У нас, кстати, очень многие мужчины, они предпочитают почему-то себя прилично вести только на людях и на работе. А дома они превращаются в домашних тиранов, которые бьют детей, которые занимаются домашним насилием в отношении своих жен, матерей, близких, сестер. Ну вот, живой пример, это очень серьезное и неприятное дело сестер Хачатурян, которые скрывают то, что, при том, что у нас почему-то отбирают детей в семьях, в которых достатка нет, у отца сестер Хачатурян никто не отобрал этих девочек. У отца, который их насиловал, который их бил, но который имеет большие деньги или имел при жизни достаточные финансовые ресурсы. Сергей, по вашей информации, ожидать подтасовок на ближайших выборах? Вы знаете, я думаю, что если они и будут, то они будут очень локально, в определенных точках, самых значимых и самых острых для власти. Там, где будут либо самые сильные оппозиционные кандидаты, которые будут просто вырывать победу у партии власти, ну, точнее, не у партии власти, а у их членов, у их выдвиженцев, которые сейчас идут в качестве самых выдвиженцев по подписям. Вот там, где они будут понимать, что они в полном проигрыше, скорее всего, я допускаю, что это может быть. Здесь очень важен перевес, которым эти кандидаты должны побеждать. Потому что, возьмем классическую арифметику, если на прошлых выборах 2014 года большинство единороссов побеждало, набирая 10 тысяч голосов в своих округах, это просто мизер, смотрите, явка 19% избирателей, средний округ, допустим, 200 тысяч человек. 19% явилось, это 40 тысяч. 10% он набрал, это 26-27%. Остальные размазались, у остальных 10%. Спойлеры, так сказать. Спойлеры. Все, он выиграл. Вот если придет хотя бы в избирательном округе 30-40 тысяч человек, значит, проголосуют, то вот с таким раскладом они ничего уже сделать не смогут. Значит, я призываю всех членов комиссии с правом решающего голоса, с правом совещательного голоса, наблюдателей, очень активно участвовать в наблюдении, требовать показывать им бюллетени, которые сортируются на столах, с вами будут делать все, что угодно, вас будут выгонять, вам будут говорить, что вы на это не имеете права. Открывайте избирательный кодекс города Москвы, открывайте статью «Наблюдатель имеет право». Там указано, что он вправе наблюдать, лицезреть непосредственно своими глазами под счет голосов. Это означает, что по вашему жесточайшему требованию вы вправе потребовать показывать каждый бюллетень. Каждый бюллетень. Конечно, это очень трудно. Конечно, это не всегда нужно. Но вы на своих местах разберетесь. Вы уже там заранее видите, что происходит. Как считают, когда куча у одного слишком большая, а у другого маленькая, вы выборочно подходите и смотрите, за кого там галки. Если там они все за него, вопросов нет. Но если там начинают случаться ошибки, попали не те бюллетени, там вдруг галочка за другого, то, конечно, эту стопку надо пересчитывать. Так вот, я хочу сказать, что современные власти отношения Москвы предполагают, с одной стороны, сделать все, чтобы действующая власть победила и Мосгордума стала клубом для своих по интересам тех депутатов, которые не будут биться за интересы избирателей ярко, харизматично до конца. Но, с другой стороны, они хотят, чтобы эти выборы были признаны легитимными. Не юридически, а фактически обществом. Чтобы те, кто там будут заседать уже после Собянина, после Путина, ну, имеется в виду после 2024 года. Дума-то это будет до 2025 года. Они хотят, чтобы эти люди имели так называемый кредит доверия и могли сказать, я избран народом, и потом пойти на любой митинг и сказать, а я вот депутат, и я считаю. Давайте добьемся того, чтобы те, кого изберут по-настоящему, могли так говорить не просто, потому что их продалили там в Мосгорсберкоме, отклонив все наши жалобы, сказав, что видео не видео, что это вы сами снимали у себя на балконе. Давайте будем активными и добиваться того, чтобы, значит, победил, достойный и победил сильнейший. Вот так. Смотрите, Сергей, сейчас ведь, пусть в небольшом числе, но все-таки в Мосгордуме есть оппозиционные и левые депутаты. Предположим, что на этих выборах гипотетически проходит не Красная Москва, как мы, конечно, хотим, надеемся, планы Николая Платошкина и других, что Красная Москва, Красная Россия, везде должны побеждать левые. Но предположим, что проходит единственный депутат Сергей Севастянов. Что бы вы начали делать? Есть какие-то возможности противостоять Единой России качественно? Убежден, что да. У нас есть пословица, один в поле не воин. Но на самом деле, один человек, который занимает принципиальную позицию, который отстаивает интересы, может добиться очень многого. Вот давайте посмотрим. Весь Ютуб пестрит теми эпизодами, теми случаями, когда оппозиционные депутаты на заседании Мосгордумы ставят очень остро вопрос. Например, а судьи кто? На рабочей группе задают вопрос, кто написал горе от ума? Мы же рассчитываем на то, что туда приходят образованные люди, люди, имеющие багаж не только образовательный, но и интеллектуальный. Человек не знает. Ему начинают подсказывать Александр Сергеевич. И он отвечает Пушкин, а не Грибоедов. Вариант второй. Депутат Мосгордумы оппозиционной Елена Шувалова говорит, господа, проголосовали за закон. На табло горит количество депутатов. 33. В зале 26. Как это может быть? На что ей говорят? Это электронная система. У нас вот так. И смотрите, я как депутат, даже который будет один, я возьму мобильный телефон, включу его, сниму зал, посчитаю всех по лицам, перечислив их фамилии и задам председательствующему один вопрос. А вы скажите, пожалуйста, мы живем в обществе, которое должно все фальсифицировать и делать подложным, включая законы, и вы с этим соглашаетесь, и вы за это голосуете, и вы за это несете персональную ответственность. Или мы должны все делать с вами по букве закона и совести. Так вот, если по букве закона и совести, то вы же не согласитесь с тем, что судья принял решение, а в зале никого не было, а в зале пустота. Трое судей подписалось, а было два или полтора. Вы же скажете, это преступление. Надо немедленно всех привлечь к уголовной ответственности, всех посадить, кинуть за решетку. А здесь это можно. И вот чем больше мы таких эпизодов с вами вскроем, даже когда один будет воин в поле, я думаю, что тем больше мы добьемся для нашего общества. Ну, смотрите, а в плане закона, в самом деле, вот такого председательствующего в Мосгордуме, какой-то ответственности можно привлечь? То, что они творят, но это ни в какие ворота не лезет. И что? Им все сходит с рук? Ну, во-первых, не все и не всегда. У нас есть прецеденты того, что когда, например, гражданское общество очень активно разоблачает какие-то преступления, должностные подлоги, то наступают последствия. Вот, например, после 2011-2012 годов, когда вбрасывали, фальсифицировали большое количество членов избирательных комиссий, которые всегда делали грязную работу за власть, они были привлечены к ответственности и были дисквалифицированы. Да, на их место пришли, может быть, другие такие же, но все равно это очень важно. Это очень важно для того, чтобы они попали в черные списки. В их биографии было это пятно. Но, значит, эти сведения будут навечно в зональных информационных центрах МВД. Когда их сын захочет сделать блистательную карьеру, это все всплывет. Не 5, а 500. То дело пойдет. Это первое. Второе. Касательно нарушения процедур. Очень многие, ну, те, кто не по профилю там сидят, какие-то зачастую бывшие военные, разного рода муниципальные и бюджетные служащие, они же думают, что если они нажали кнопки, если закон принялся, то все так и будет. На самом деле нет. Закон можно оспаривать через судебные процедуры. Можно вплоть до европейского суда доказывать нелегитимность процедуры его принятия. И самое интересное, что и его применение. Это все равно, что, например, все последующие решения, принятые на основании этого закона, могут тоже быть нелегитимны, как, например, решения, принятые судей, которые имеют двойное или тройное гражданство или по каким-то причинам поддельный диплом. Они все, как, например, с судьей Хахалевой. А как вообще так получается, что у нас может быть судья без диплома об образовании? Это очень интересный вопрос, потому что в 90-е годы, как мы знаем, и в правоохранительную систему, и в судебную систему, и в партийные системы приходило очень много людей с таким упрощенным пониманием жизни. Я купил диплом, я написал диссертацию, скопировав ее или заказав у какого-то литературного негра, и все, ничего не докажете, я за это заплатил, мне все это отрисовали, этих всех учреждений нет, и все так и будет. Но пришли другие времена. Вот за рубежом сейчас даже находят убийц по преступлениям в 60-х, 70-х годах, потому что сейчас смогли расшифровать ДНК и доказать, что тот волос с того преступления принадлежит вот тому, такому-то убийце. И образовалась парадоксальная ситуация, что сейчас посредством электронного обмена можно проверить любой диплом из ближнего зарубежья, любую диссертацию, ее прогнав по антиплагиату, о котором, например, в 2003-2005 году еще никто не мог представить себе такого. Цифровизация, которую мы заслужили. Да. То в 2019 году, пожалуйста, вот вы все как бы на поверхности, вы все просто под лупой. И, конечно, чем дальше, тем больше это все будет развиваться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok